ВЕКТОР КОМФОРТА ВЕКТОР КОМФОРТА ВЕКТОР КОМФОРТА Фирма засветилась в разных уголках стороны и листовки. С настойчивым предложением провести поверку получили жители Астрахани, Брянска, Новомосковска, Калининграда, других городов. Попали в этот список и чебоксары. Горожане и на шутку встревожились. Здравствуйте, к нам пришло уведомление по поводу проверки счетчиков воды. По телефону, указанному в уведомлении, ответили, что проверка будет стоить 1500 рублей. Причем счетчики на месте не проверяют, а снимают и забирают на 10 дней. В городском справочнике такой организации нет. Волнение горожан понятно, а выглядит листовка как некое официальное уведомление. Мол, процедура обязательно пройдите, пока не поздно. Здесь и ссылка на закон, и даже какой-то непонятный штрих-код. А в названии присутствуют слова «городская служба». Однако в столичной администрации про таку услышат впервые. Администрация города Чебоксара учредителем указанной компании не является, никакое отношение не имеет к их деятельности. Ответственность, соответственно, за их работу не несет. Вместе с тем в городе существует и функционирует множество фирм и организаций, название которых имеется слово «чебоксарская» или «городская». Это не означает, что они относятся к городу. Это совершенно самостоятельные коммерческие фирмы, учредителями которых могут выступать физические лица или какие-либо другие юридические лица. И поэтому простому обывателю, увидев название разных организаций, «чебоксарская» или «городская», не всегда, наверное, можно будет сразу разобраться, относятся к муниципальному предприятию или это совершенно самостоятельная коммерческая организация. Чтобы узнать подробности предоставления услуг указанной фирмы, мы позвонили туда сами. Оператор Татьяна, здравствуйте. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, нашла объявление, что делать в поверку счетчиков. Что нужно сделать? Сколько стоит у вас услуга? Поверка производится в лаборатории на специализированном оборудовании. Соответственно, вам необходимо счетчики самостоятельно демонтировать, привезти к нам в будний день, в первой половине дня. Поверка занимает от 10 дней. Достаточно затратная процедура для вас. Чтобы избежать лишних временных и денежных затрат, мы рекомендуем сделать вам замену счетчика сразу на новый. Стоимость замены одного прибора будет составлять 2300 рублей. Если у меня все-таки нормально работает счетчик, это все равно не получается дороже будет его поверить, нежели установить новый? Ну, конечно. А если все-таки я захочу именно поверку сделать, тогда сколько у вас будет стоить услуга? А я же вам сказала, сумма 1500. Итак, следуя логике оператора, каждые 4 или 6 лет вам выгоднее устанавливать новый счетчик, нежели поверять существующий. Однако специалисты придерживаются совсем иного мнения. Ведь поверка счетчиков воды в других учреждениях в Чувашии стоит в 6 раз дешевле. И еще, заниматься поверкой кто попало не может. Всегда возникает вопрос, кто может заниматься поверкой или кто может поверять. Значит, по закону об обеспечении единственных изменений заниматься поверкой может любое лицо, хоть физическое, хоть юридическое. Но при этом это лицо должно выполнить ряд требований. Во-первых, люди, которые занимаются поверкой, должны быть обучены по соответствующей программе, получить профессиональное образование. Это раз. И та организация или то лицо, которое хочет заниматься поверкой, должно получить право на эту работу. То есть получить аттестат аккредитации. Вот я вам хочу показать аттестат аккредитации нашей организации, Чувашского центра стандартизации метрологии. Как вы видите, он выдан Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. Но это было 4 года назад. Сейчас эти аттестаты аккредитации выдает Федеральная служба по аккредитации, Росаккредитации. Кроме того, демонтировать чётчики совсем не обязательно. После предварительной записи сотрудник придёт к вам домой, предъявит удостоверение, буквально за 15 минут снимет показания и оформит на документы. Увы, единый реестр фирм, которые имеют аттестат аккредитации, а значит и право заниматься подобными работами в России, пока только на стадии разработки. Между тем, пока материал готовился к эфиру, содержанием листовок заинтересовались в антимонопольной службе. Здесь идёт именно отношение восприятия этой рекламы. Если эта реклама воспринимается как поддержку этой информации или этой рекламы со стороны органов власти. Если это так воспринимается, а фактически этого нет, то это действительно имеет признаки недостоверной рекламы. И я думаю, что мы должны здесь реагировать. В конечном итоге, конечно, именно вам решать, в какую компанию обращаться. Однако, прежде чем набирать номер телефона, увиденный в том или ином объявлении, изучите вопрос. Это может сэкономить и ваше драгоценное время, и деньги. На биологических и честных сооружениях в Новочебоксарске несколько лет назад внедрили специальный автоматизированный комплекс по уничтожению неприятного запаха. Изначально оборудование работало на канадских реагентах. О том, как избавляются от неприятного запаха сейчас, в период санкций и импортозамещения, расскажем прямо сейчас. Растут камыши, плавают утки, летают стрекозы, квакают лягушки. Это не загородный пруд, а один из шламонакопителей биологических и честных сооружений в Новочебоксарске. Когда данные шламонакопитель только ввели в эксплуатацию, здесь не то что уток, вообще ничего живого не водилось. С начала работы очистных, то есть 1967 года, весь осадок, который оставался в отстойниках, свозили сюда. В итоге его накопилось более двух миллионов тонн. Именно шламонакопители в ветреную погоду доставляли столько неприятностей жителям Новочебоксарска. В последние годы метод переработки осадка на босс изменился коренным образом. Его перестали копить, а начали обезвоживать и сжигать. Накопленные ранее планируют рекультивировать заявку на включение в федеральную программу по ликвидации накопленного экологического ущерба уже подано. Финансирование начнется с 2018 года. Ну а пока воздух очищают с помощью АКУНЦ, автоматического комплекса по удалению неприятного запаха. Был внедрен комплекс удаления неприятного запаха, который представляет собой дозирующую систему и систему распыления. То есть подаем специальный реагент, который разбрызгивается и нейтрализует образуемые неприятные запахи. Мы разбрызгиваем реагент, который нейтрализует такие запахи, как меркоптаны, аммиак, сероводород. То есть он вступает в взаимодействие с этими веществами и не то, что их заглушает, а именно нейтрализует. То есть реагент полностью безопасен, биологически разлагаемый. Раньше этот самый реагент был канадского производства, а теперь закупают российский. Он также соответствует всем требованиям и нормам безопасности. С помощью системы насосов, шлангов и форсунок реагент распыляют по всему периметру шлака накопителей, а это порядка двух километров восьмисот метров. Работает система автоматически в круглосуточном и периодическом режимах. Однако, чтобы попусту не тратить, дорогостоящие материалы комплекс включаются по сигналу метеостанции при определенных погодных условиях. До тех пор, пока комплекс будет работать, новочебоксарцам не придется воротить нос. Разве что при шквалистых порывах ветра. Каждый год во второе воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают представители одной из самых мирных и созидательных профессий – строителям. Кто-то из философов сказал, землю и людей создал Бог, все остальное сделали строители. Дома, детские сады, школы, дороги, магазины, стадионы – «Наши города» – это рукотворное чудо, за которым стоит труд тысяч людей – инженеров, проектировщиков, архитекторов, каменщиков, бетонщиков, плотников, маляров. Это благодаря им столице Чуваша и другие населенные пункты республики постоянно развиваются, приобретая новый, современный облик. Очень знаменательное событие было в начале лета. Это Ледовый дворец открылся, это вот по нашему проекту он построен. Мы сейчас занимаемся разработкой или корректировкой проекта центральной части города. На первой площадке, где был напротив дома торговли, вот мы сейчас проектируем огромный жилой комплекс. Ускоряются темпы строительства во многом благодаря новым технологиям. Мы, наверное, были пионерами в использовании каркасного метода строительства. Еще где-то лет 15 назад мы впервые подсмотрели технологию в городе Химки. И буквально в течение года эта технология началась исполнить на территории города Чебоксар. Сейчас эта технология абсолютно рядовая. Все наши коллеги, собственно говоря, используют. Она актуальна, когда строим дома выше 9 этажей. То есть это 9, 15, 18 и далее. В строительном комплексе сегодня работает около 30 тысяч человек. Бабушка и дедушка, мои родители, все были строителями. И я с детства, смотря на них, тоже мечтала стать строителем. Есть уже какой-то проект, может быть, в мечтах, который ты бы хотела в Чебоксарху сучить? Ну, не знаю. Я очень много слышала, что люди мечтают об аквапарке. Сейчас страна переживает непростые с экономической точки зрения времена. Специалисты полагают, что кризис не обойдет страной строительного отрасля. Но сами строители говорят, прорвемся. Строители всегда находятся на передовом крае нашей экономики. И все результаты, невзгоды в первую очередь отражаются на действиях нашей строительной организации. Но строители не унывают, потому что такое призвание у них создать, создавать новые объекты, города, предприятия, которые, в свою очередь, дают возможность людям жить, работать, возобновлять свое производство. Я думаю, что эти сложные времена строители и наша страна в целом преодолевают. кстати, на данный момент темпы жилищного строительства рекордные даже в сравнении с показателями советского периода. В стране работают разные жилищные программы. Мы приехали с Новочепоксарска. Наша семья родилась, появилась и выросла в Новочепоксарске в 2014 году. Ну, при поддержке правительства, мистерства строительства. Мы попали в программу жилье для молодой семьи, получили государственную поддержку и купили новую квартиру благоустроенную. Это у нас новый район возле спорткомплекса. Очень удобно расположен в плане того, что рядом школы, садики, спортивный комплекс, где дети могут спокойно расти, развиваться. Я получила квартиру, мне дали ее в садовом районе по улице Дементьева. Это была социальная поддержка детям-сиротам и детям осталось в себе в плечении родителей. Квартира очень хорошая, комфортабельная. Я очень рада. Ну, наконец, была самая заветная мечта. У меня появилось свое жилье. Теперь я могу уверенно думать о своем будущем. Министр строительства Чуваша отметил, люди, которым умеют строить, посчитались во все времена. Результат вашего труда это прекрасные современные жилые комплексы. Это красивые, комфортабельные квартиры. Вы дарите людям радость, исполняете мечту новоселов. Вы можете гордиться своей профессией. Объекты, созданные вашими золотыми руками, простоят долгие годы и послужат многим поколениям. В свой профессиональный праздник многие получили награды и благодарности. Впрочем, главный подарок они сделали себе сами. Их работа уже вписана в историю города. Это была программа «Вектор комфорта». До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин